Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в том, что примерно полтора года назад автор начал думать о том, что его черты лица не привлекательны, и стал часто рассматривать свои отражения в зеркале и сравнивать себя с другими людьми. И, соответственно, понял, что конкретно не нравится ему в своём лице, но эти же черты вызывают от него отношения и в других людях. С тех пор он периодически впадает в состояние, когда большая часть времени думает о своих внешних недостатках и теряет интерес к каким-либо занятиям и жизни в целом. При сравнении с другими людьми делит людей на тех, кто лучше и хуже его, исходя из их внешности, хотя понимает, что это неправильно. Случалось так и так, что в интернете или в жизни он встречал, как ему кажется, крайне непривлекательного человека, который был чем-то на него похож, и его на несколько дней могло привести это в меланхолию. Также это происходило после того, как он отыкался на старое или только что сделанное неудачное фото. Бывает и такое, что он сохраняет фотографии и привлекательны для него людей, которые, как ему кажется, чем-то внешне схожи с ним. Иногда просмотр этих фотографий помогает ему. Не знаю, связано это или нет, но характер у него скромный, и он заметил, что иногда при общении с незнакомыми или малознакомыми людьми у него начинают непроизвольно слезиться глаза, даже если в общении нет ни намека на конфликтную или напряжённую ситуацию. Читал в интернете, как перестать сравнивать себя с другими людьми, принять себя и полюбить жизнь, но без результата. Во-первых, здесь стоит отметить следующее, что полтора года назад, совершенно очевидно, с вами что-то произошло. И стоит отметить следующее, что это что-то, что с вами произошло, вас, судя по тому, что вы говорите, достаточно сильно, так скажем, травмировано. Вот. Хотелось бы, конечно, выяснить, что произошло полтора года назад. Вот. Хотелось бы, конечно, понять, что произошло полтора года назад, но вы об этом не говорите. Дальше. В основе того, что вы описываете, на самом деле, лежит несколько факторов. Первое – это скромность. И второе – то, что в общем и целом прямо вытекает из скромности – это подавленные эмоции, подавленные чувства. То есть, что здесь я имею в виду, да, говоря о подавленности? Дело в том, что скромность по своей природе, в общем-то, часто выступает за то, чтобы человек себя принижал. Чтобы человек не приписывал себе, там, к примеру, какие-то вещи, какие-то заслуги. Вот. Чтобы человек не, ну, как бы, не брал личную ответственность за то или иное. Происходит это в разных ситуациях, ну, совершенно в разных ситуациях это может происходить. Вот. В частности, в ситуациях, когда, ну, вот, кто-то, да, говорит нам о том, что, дескать, ну, как бы, вот, что это не мы, это не наша заслуга, будь скромнее и так далее, и так далее, и так далее. Очень часто ситуация такая, имеет место быть, когда человек находится под воздействием кого-то достаточно авторитетного. Вот. Ну, как бы, кого-то достаточно, достаточно, ну, скажем так, сильного, да? То есть, это нужно, в принципе, понимать. Нужно это понимать. Нужно понимать, что подобная модель поведения, а именно скромность, культивирована. Вместе с ней, вместе с этой особенностью поведенческой, культивируется и другая штука. А именно, неприслушивание к себе. То есть, когда я культивирую, ну, как бы, в себе скромность, вот, я игнорирую, игнорирую свои чувства. Я игнорирую в этот момент свои желания, свои потребности. Но, вместе с тем, у меня формируются также некие аргументы. Вот. Для того, чтобы себя обесценить. Вот. Ну, как бы, для того, чтобы себя принять. И вот это принижение, оно как раз таки и, ну, как бы, вот, ну, проявляется, да? Оно проявляется в том, что вы как-то вот игнорируете, ну, полноценность своей внешности. Понимаете, да? Вот такая вот цепочка. Соответственно, что, что нужно сделать? Да, это повод, конечно, конечно же, для обращения к специалисту. Потому что самостоятельно, ну, как бы, почувствовать себя немножко по-другому. Ну, как бы, вы не сможете. Это можно сделать только с помощью специалистов. Вот. Вам, конечно, желательно вспомнить себя, например, допустим, вспомнить. Ну, как бы, свои желания, вот. Вспомнить свои чувства, вспомнить свои импульсы, которые у вас есть. Вот. И, соответственно, внедрить это в свою повседневную жизнь. Вот. Такой аспект я бы здесь выделил бы и рассказал. Так же, я хочу отдельно сказать, то, что вам, судя по всему, не очень интересно ваша жизнь. То есть, вы интересуетесь больше людьми своей внешностью и так далее, но не своей жизнью. Например, кем вы хотите быть, что вы хотите делать, как вы хотите реализовываться, например, и так далее. Вот. На это внимание вы не обращаете. Почему вы не обращаете на это внимание? Вопрос. Почему вам это не важно? Вопрос. Когда вы поставили на пьедестал свою внешность, вот, в какой момент, как вы к этому пришли, вот. Это очень всё важно. Понимаете, да? Такой вот аспект я бы вам здесь сказал. То есть, на это тоже вот имеет смысл обратить ваше внимание. Самостоятельно вы, скорее всего, сделать этого не сможете. Вот. Ну, самостоятельно. Да, как бы. То есть, ну, не получится у вас это сделать. Вот. Ну, какая-то такая здесь история. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и позволит вам сформулировать какие-то вот постулапы, да, для психотрэмпи. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Вы, большой, молодец, что начали об этом говорить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok